так друзья вот это лиса а здесь у нас завтрак здесь на завтра мы сегодня средний третий день и мы выезжаем из нашего хостела направляемся сегодня чангмай на поезде и предварительно зайдем там в пару мест для другого видео пока не скажем до какого а здесь смотрите вот такая вот у нас кухня такой вот завтрак но сегодня был более-менее здоровый завтрак с фруктами чайчик без решила съесть тост до захотелось и а вам покажу вот здесь у нас такое интересное местечко очень красивый видок но относительно красивый может кому-то не понравится но мне так очень нравится такая прям жизнь бангкока вода может не самая чистая но здесь все реки такие что там до что не часа 5 дождик ну да сезон дождей друзья что вы хотите так вот на завтрак если будем сидеть видите в основном фрукты как-то так а вот так живут простые тайцы скромненько там гигантскую рыбу ловили чем там увидите видео продавали и заставляли есть там рыбы просто невероятно количество так посмотреть на просто она плещется плещется и еще раз плещется и и задвить вот бананом можно ли сказать что здесь банана другие на вкус да совершенно очевидно банан действительно другие на вкус все потому что они здесь зреют и немного другой сорт чем то что он привыкли ведь он такой более толстенький и более длинный они более длинный более толстенький и такой более короткий очень вкусный очень вкусно и отглубь на себя банан заново а вот это друзья рамбутан уже снимали по поводу видео но вернее видео про фрукты чем покажу надеюсь хороший его я обычно открываю так я беру его и вот так закручиваю папа и внутри видите такое оказывается желейные слегка консистенции напоминающие глаз наличие наличие до мякоть по вкусу напоминает отличие в смысле и кроме все знают конечно рамбутан друзья очень вкусный если будете дала не обязательно купите общем друзья мы сели в такси с каусана до центрального вокзала мы договорились на 180 бат но на самом деле можете легко договориться где-то за 150 в общем от каусана до вокзала 150 200 бат это более-менее нормальная цена хотя наверно тайцы платить намного дешевле так ладно друзья мы приехали на вокзал и сейчас попробуем найти место где можно оставить наши рюкзаки хотим закинуть их камеру хранения сейчас мы посмотрим найдем и покажем расскажу вам как если что вам понадобится где их искать кей а вот друзья вот смотрите здесь вот вокзал да здесь покупает билеты здесь короче говоря всякие картины он там вход на поезда и вот внимание он туда надо идти в том направлении чтобы оставить ваш багаж видите мимо всех вот этих вот людей вот видите анна бук и здесь написано left baggage оставьте ваш багаж и стрелочка вон туда так народ недалеко от вокзала находится вот такая вот прикольная лавочка здесь продаются обалденные супы и в этой лавочке мы уже суп и ели у нас здесь даже видео внизу смотрите вот это видео и в конце видео и там где-нибудь в линк внизу вы увидите может посмотреть видосик посвященный именно вот этому вот месту дешевые очень вкусные аутентичные супы запрятан где-то в центре чайна дауна и мы второй раз уже здесь и мы второй раз не знаем что сколько стоит 50 или 80 и в прошлый раз мы думали чего же такое может быть мясо 80 в итоге нам мы все равно заплатили меньше нам все равно потому что мы знаем что это вкусно это очень вкусно не знаю вот это лисен супчик да таким очень вкусными черными этими темными яйками макарошками но без мяса а у меня фактически тоже самое тоже зелень яйца макароны но еще и желудок по моему свиной желудок сейчас будем пробовать что за придурки вам друзья что буду пробовать острый очень острый но вкусный а теперь ребята будет смертельный номер я пробую свиной желудок девочек никогда не ел никогда не ел а раз уж он без начинки я попробую вкусно очень прикольная консистенция такой достаточно крепкий и упругий очень-очень вкусно поэтому можете смело брать супчик с желудком свиным как наш первый апельсиновый сок пришел прямо свежевыжатый прям только что и выжили при нас друзья сейчас я ел суп и вспомнил не знаю говорил вам или не говорил что тайцы очень-очень любят суп и они ну это их самый такой специальный завтрак что вообще реально большинство тайцев прям большие фанаты супа и в таиланде я стал тоже большим фанатом супа суп это просто мега вкусно и полезно и потрясающе разнообразно лица тоже любит суп видите но ее просто плющит от супа лица берет два жареных банана и одну жареную картошку только почему-то жареная картошка по цвету свеклы непонятно так лица сейчас будет потеряла одну из картошечек вот она упала на пол но сейчас будет пробовать оставшуюся одну как тебе картошечка это вообще картошечка похоже на батат на батат с кокосом почему-то кокосовая картошечка ну прикольная очень прикольная попробуешь? давай что с бананом? банан как обычно, вкусный вкусный? жареный банан жареный банан да ребята как обычно жареный банан чуваки это же шелковица а в Германии она практически ее нигде не встретишь а Вадим никогда не ел шелковицу он кстати и горошек зеленый не консервированный поел только первый раз в Крыму это просто капец он его ел как не всегда блин дитя асфальта ладно друзья в общем мы запрыгнули в тук-тук после вот этого Old Sam Square и сейчас мы двигаемся к вокзалу даже через час поезд да скупим что-нибудь поесть и поедем уже в Чангмай друзья так что до скорого наш тук-тукер знает свое дело он сбегает пробку объездными путями через какие-то вообще через какие-то непонятные в подворотни у нас гонка через подворотник друзья трафик в Бангкоке это вам не шутка это просто капец помните мы отдавали нашу машину сейчас мы будем вот этой штукой забирать тут по-моему мне кажется тут прям какая-то у них прям это отбор по каким-то сумасшедшим так забрали мы наши рюкзаки надо отдать должное там действительно проверяют как забираешь ли ты свой рюкзак или нет что меня приятно порадовало и лицу порадовало ладно все отправляемся к поездам вернее к поезду одному вот он наш поезд на Чангмай вау вау в этот раз нам почти что до конца идти надо ну не почти до конца почти что до конца нет вот наш вагон вот он наш вагон номер четыре друзья видите ватайский карт номер четыре есть трейн номер девять они по-моему обновили кодного поезда совершенно определенно ах ребят смотрим как чувак делает кровать настоящий настоящий профи и на это было быстро возвращаемся к вагону ресторану нас шатает У нас тут тубуленции, но мы все равно идем. Вот, мы пошли. Мы пошли пришли. Вот оно. Так, все. Прикольненько. Цена значительно лучше. Вот, друзья, вот мы в поезде, и я сейчас поменял свое мнение. Раньше, когда мы ездили в поездах, была очень плохая еда. Ну, поезда по-другому стали. Да, новый поезд, совершенно другая еда. Это чуть-чуть лучше цены, но было вкуснее и приятнее. И сервис очень классный. Вот такая вот вкусняшка. Сходил в вагон ресторана, и так было еду. Сходил в вагон ресторан. Чисто посмотреть радиолюбопыстро, но не ожидал, что я куплю там что-то есть. Это жареный рис с порция очень маленькая, конечно. Маленькая порция, но... Что, курица или нет? Я на них купила, а у меня запотел экран. Жареный рис с курицей. Это какой-то маленький бутербродик с чем? С... Крабовыми палками. Мне принес с тунцом. И это, Вадим? Тайп, тайп. Тайский чай. Ну что, съедобно? Ну что, друзья, все, наверное, наш сегодняшний день заканчивается. Мы отходим к концу. Мы едем поездить. Завтра уже увидимся в Чангмайе. Ой, я вот тут тоже, смотри, могу поучаствовать. Увидимся уже в Чангмайе завтра. Она такая какая-то гигантская в этом свитере. Завтра, подписываться. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Ведите себя прилично. Да? В общем, ну вы все знаете, будьте как люди. Езжайте в Тай. Окей, да? Субтитры сделал DimaTorzok